На заре 90-х патриотически настроенный студент Кубанского медицинского института Тигран Тавадян, собрав вокруг себя пару-тройку единомышленников, решил издавать армянскую газету. Через некоторое время, под прикрытием благих мер, газета превратилась в рупор армянских националистов, идя в разрез с интересами России. Речь идет о газете «Ерк Рамаз», что можно перевести с армянского как «часть Родина», пишет российский сайт smi6.ru. Без доли преувеличения отметим, что сегодня эта газета представляет угрозу национальным интересам России. Стоит только упомянуть изречение приспешника немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны Гарегина Нжде, ставшей слоганом газеты и фигурирующей на главной странице сайта «Ерк Рамаз». Не должно быть ни одного дня без борьбы с турком. Для газеты с главным офисом в Краснодаре, действующей в российском правовом поле, такие месседжи у многих вызывают недоумение. Кого призывает к борьбе «Ерк Рамаз» против турков? Армян всех мира? Может быть, россиян? Ведь налицо призыв к акту насилия, агрессии, которая подпадает под статью Уголовного кодекса России. Несмотря на наличие возмутительных фактов, Роскомнадзор все еще не предпринял каких-либо действий в отношении газетов всех армян России. В этом плане создается резонный вопрос, чьим интересом служит Тигран Тавадян и руководимый им медийный орган. «Ерк Рамаз» своей деятельностью должна была стать площадкой для огромной диаспоры армян России, преследуя главным образом цели приобщения представителей армянской диаспоры к местным законам, культуре, общественной жизни. Ведь не секрет, что Россия является главным пунктом для армянских мигрантов, и зачастую многие прибывают на свою уже вторую родину элементарно без нормального знания русского языка. Кстати, сам Тавадян, похоже, тоже не питает особой любви к русскому языку, иначе как объяснить его презрительные слова о великом и могучем? «Единственное, о чем очень жалею, что родители отдали мне учиться в русскую школу, хотя в Сухуми была и армянская, как-то сделал чистосердечное признание Тавадян в интервью газете «Новое время». Между тем, большие вопросы вызывают также источники финансирования Ерк Рамаза, а также ее связи с внешним миром. На первый взгляд может показаться, что кому, кроме как для армян России или выходцев из Армении, может стать интересным финансирование части Родины. Однако факты говорят совсем о другом. В частности, из открытых источников удалось узнать, что вся база данных газеты армян России Ерк Рамаз хранится на сервере Domain Tools, а сам сервер находится в Париже и принадлежит газете Ерк Рамаз. Согласно информации, сервер, на котором расположен Ерк Рамаз, обслуживает еще три сайта. На одном из рисунков, которые вы видите, показано, какие именно сайты помимо Ерк Рамаз.орг расположены на этом сервере. Самое интересное заключается в том, что газета армян России содержит и оказывает полное техническое обслуживание сайту «Голос Армении». Это дочерняя структура печально известного еще с советских времен пропагандистского учреждения ЦРУ США «Голос Америки», которое в настоящее время проводит в Армении далеко не дружественную Россию и даже открыто антироссийскую информационную политику. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что газета армян России Ерк Рамаз и «Голос Армении» имеют одного хозяина и спонсора – Центральное разведывательное управление США. Эти факты вкупе с контентом и ярой антитурецкой пропагандой полностью вписываются в картину происходящих вокруг газеты. Сегодня российско-турецкие отношения являются образцом правильного выстраивания глобальной политики с учетом складывающейся в мире архитектуры международных отношений. Москва и Анкара вместе решают не только региональные, но и большие проблемы в международных отношениях. Сближение двух стран многим не дает спокойствия. А гнусный призыв к борьбе с турками, ставший главным крадом газеты – ничто иное, как проявление межнациональной вражды на этнической почве. Поэтому все, что касается Тиграна Тавадяна и Ерк Рамаса, должно быть рассмотрено в правовой плоскости, так как деятельность газеты и ее функционеров несут угрозу национальной безопасности России. Продолжение следует...